друзья всем привет вы на канале 26 колесо мы сегодня в магазине мастерской king bike рядом со мной стоит дима и мой новый велосипед fat bike outlip геркулес как я уже говорил много раз моя идея в том что новый велосипед всегда нужно относить мастерскую чтобы посмотреть его на дефект потому что эксплуатация без вот этой вот операции да может привести более таким затратным денежным последствиям мы сегодня магазине king bike и как я уже говорил вы можете идти и должны идти в вашу мастерскую до к вашим механикам которых вы знаете с которым вы дружите сегодня мы посмотрим этот фэд в общем все колесики рулевую там все 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 осмотрим ну точнее я не буду смотреть а будет смотреть уже дима сидима велосипедах он съел уже всем известное животное приступим и посмотрим что из себя представляет этот фэдбайк ночь на задней части им колесо посмотрим на втулки переднее заднее колесо спицы мы посмотрели они в хорошем натяжении в принципе трога скорее не будем на проверим при демонтированном колесе это дело втулочки проверяем все обратно устанавливаем проверяем скоростя затяжку трансмиссии проверим затяжку штунов потому что бывает раскручивается и некорректно там все это работает и настроим тормоза и думаешь посмотрим как все это будет работать после демонтажа монтажа колес обратно скажи пожалуйста какие-то нюансы ты мог бы выделить вот именно что касаемо фэдбайка скорее всего нужно обращать больше внимание на втулки которые имеют очень длинную ось и это может привести к износу больше если корректно отрегулированы люфты все это будет развивать сильнее а в остальном в принципе фэдбайк это все то же самое что и обычный статок чуть увеличенного размера поэтому сейчас посмотрим на нюансы можете что возникнет в процессе найдем интересное потому что найдем дим сразу дурацкий вопрос на фэдбайках на колесах бывают восьмерки да конечно на любом колесе которое имеет спицы может быть восьмерка даже ну тоже нам и циклетное колесо они тоже не идеальны поэтому в связи можно получить какой-то удар деформировать обод колес очень похожи на колеса для элтриала только они чуть уже соответственно у них бывает такая история что из того что спицы разнесены но не до конца можно деформировать обод таким образом что он в одном месте будет проваливаться и это будет не вытянуть уже никак спицами потому что из-за ширины обода проще деформировать вот но при этом из-за того что обод все-таки массивный по прочности они довольно хорошие то есть его сложно но из такой покрышкой она моно амортизация идет намного лучше чем на обычный здесь на куха я понимаю насыпной подшипник же дамы с вот я пока не могу выяснить такое количество пыльников установлено с одной стороны это плюс быстро мы может на накате сказываться хотя это фэд какой тут накат да да по ходу нас сейчас мы до демонтируем все с лишним не будем так себе по регулировке может перетянута немножко прослабим и будет приятненько теперь уже точно это насыпь до нас принципе смазки достаточно убедились можно не чего сюда не добавлять она еще хорошем состоянии густенькая думаю что лучше уже пускай она защищает хорошо от влаги нежели за накатом гнаться и убирать ее отсюда на этом велосипеде пробег 0 километров поэтому но ноль не ноль но из-за того что вот смазка видимо очень стоял долго она такая становится прям густой и бывают случаи что если какой-нибудь типа велосипед там аиста дисне бывают истории что привозят из гаража а он долго стоял на пробег при этом небольшой при замене смазки полный появляются накатами начинают ехать тут постраховались пыльниками да немало погрузили хотя бы наверное раза два в сезон стоит включать внимание банально вот так вот из-за того что нас и того что нас и потому что если мы пропускаем период обслуживания мы уже не спасем эту втулку начинают коррозировать подшипники выработка в корпусе в самом идет и это уже только в одну сторону к сожалению сейчас прослабим посмотрим как будет вести колесо появится ли люфт если люфт появится то будем уже проверять до какого момента мы можем все это прослабить чтобы получить максимальный накат но при этом не разбивались эти подшипники вот ну вот результат вполне уже на лицо прям крутится значительно лучше люфта при этом нету и ось даже ровная пока еще надеюсь он так будет продолжать потому что нигде не закусывает и крутится приятненько так конечно не шоссе но и на велосипедный шоссе да сейчас мы проверим торсионные нагрузки как это работает что мы сейчас делаем проверим к себе ведет ось под зажатым эксцентриком вставляем эксцентрик подшипники у нас здесь для того чтобы сымитировать раму дропаут и все это зажимаем и как ведется этот пережатый эксцентрик на велосипеде то есть то есть прям это можно проверить то есть до этого ось крутила сейчас ощущается перекаты и накат совершенно стал совершенно другим сейчас у нас перетянутая ось да перетянутая ось надо еще прослабить чтобы можно было нормально нажать колесо в дропаутах то есть ось деформируется и все это дело сдавливается что-то приводит к износу повышенную поэтому бывает что бы колесо корректно крутилась на велосипеде его нужно без велосипеда прославить настолько чтобы осень мило люфт небольшой потому что в процессе все это скорее всего нас появится сейчас люфт уже но при затяжке эксцентриком он пропадет да ну проверим все на велосипеде все так оставим скорее всего крутится хорошо чтобы можно было что послабо зажать потуже в принципе при тугой затяжке тоже не пережимается и получается что у нас страны кассеты люфта нету стран диск тоже в принципе нет небольшое биение есть но не очень шесть не критично поэтому все протягиваем еще разик собираем уже пыльнички обратно и дополнительно смазки добавим под пыльник чтобы если уже влага попала она там задержалась значит смазки натянут как надо перетягивать не надо немножко вот катались что ли на нем по магазину может откатался немножко уже притертая ну да есть начало притирания то есть по центр лог вот эта система она надежнее до держит надежнее и вообще нет проблем с этим разбором тип болтика да в чем основные такие вот эксплуатационные ну тут мне кажется дело уже на любителях потому что в центр логе одна гайка соответственно если она открутилась то ваш ротор отвалился а здесь принципе 6 болтиков и шансы что раскрутиться все 6 ну значительно меньше если у вас уж и прослабла либо говну если прослабла гайка то язык по ходу к условиям затянуть не всегда имеет возможность потому что ключа с собой скорее всего вас не будет такого а если у вас прослабли болтики и даже если вы там потеряли половину из них то я думаю что на трех можно спокойно будет доехать кстати вопрос по затяжке вода вот ротор или еще какие-то детали на которых не указан момент тоже открутить с моментом или он какой-то определенный этот момент он на деталях не указано я понял вопрос под каждую резьбу размер резьбы есть момент то есть он стандартизирован так сказать если не указано комната болтики вы можете посмотреть под данную резьбу если не указано скорее всего можно использовать стандартные эти моменты затяжки стандартные гостовские таблицы то есть под резьбу м6 принципе там чаще всего идет порядка пяти шести ньютон метр на что кассета похоже тут болтов забыли положить или клепку не знаю нужна она нет но выглядит как будто ее здесь не хватает здесь две есть но они развалятся конечно шамановские на одном болтике обычно держится вообще но забавно происходит застрял немножко рука целиком полностью проходит по первым ощущениям такая ситуация как задним при этом как бы крутится но если мы сейчас возьмем и зажмем еще и да и нажмем и причем что зажмем хорошенько то все она уже будет она будет крутиться но будет крутиться на износ чтобы давление повышенное вырабатываться будут посадочные места не подшипники правильно тут зависит уже что качестве не будет будет соответственно и на конусе выруб выработка появляться канавка сами чашки во втулке под изнашиваться ну и подшипники скорее всего шарик то более прочная всей этой истории поэтому он подольше проживет но когда он треснет все развалится такой пыльник огромный очень здесь тоже такой смешной пыльник ну здесь стандартный больше похоже стандарта нежели конечно чем тот так то есть несколько пыльников ну да металлический стандарт на конусе вот стоит еще под ним и резиновые еще сверху в один сняли от хорошо плохо я думаю что он случится хорошо шанс попадет влага соответственно при перетяжке идет износ тут чашки внутренней которая непосредственно запрессованы во втулке на втулках которые не очень качественные велосипедах какой-нибудь там ленты что-то такое вот эти чашки бывают люфтят в корпусе из-за чего ну приходится мять втулку идея тоже самое да чтобы немножко не дотянуть что при затяжке уже дропаутах стало все нормально да нужно проверять это немножко потому что можно натянуть настолько что никакая затяжка дропауте не спасет но лично мое мнение начинают регулировать втулку от люфта мы создаем изначально люфт в ней чтобы потом его убирать а не перетягивать это устраняет у нас нет люфта мы создадим и будем его минимизировать заканавливаем все пыльники обратно смажем дополнительный можно уже будет на велосипед накидывать вновь промежуточный итог дима по колесам если бы мы сейчас не трогали и вот как бы из магазина человек вот взял этот велик и поехал бы на нем я думаю что срок мы небольшой увеличили но не настолько что прям переживать я думаю что и ходила бы так какие-то дни месяца чуть провели через срок колес но зависит от того как в дальнейшем за ним следить то есть это тоже не вечно то есть мы сейчас сделали это не говоря о том что больше сюда мы не смотрим полгодика все равно стоит проверять посмотреть и все да да ну а зависит от эксплуатации кому-то может как нужно год а кому-то и месяца достаточно если там не вылазить из болота легенького карбонового шоссейничка это все вызывает некие трудности так все предварительно зажали все снимем проверим как у нас ровно листает колеса и зажмем их уже окончательно проверим систему полностью затяжек бонок и левого штона потому что бывает что болтики не дотягивают посмотрим как сидел круто сообщи дабы здесь народ системы стороны вроде неплохо да все затянут отлично плане стягивания штанов но эти болтики все равно лучше проверить шумана рекомендуют протягивать их по моему от 12 до 14 метров да то есть много видимо это позволяет того что здесь много материала все таки в штуне то есть тот болт который с торца он подтягивается от руки чтобы просто затянуть два штана и никто не отваливались у нас так затянут в принципе эти было похоже на правду чуть-чуть может послабо же буквально да все отлично и сразу проверим бонки а бонки какой момент тоже бонки 7 рекомендуют там разных производителей разные такие рекомендации но шимана указывает 7 спецификации но здесь как раз таки принципе две части стальные я думаю что если затянут чуть посильнее 78 до ничего не случится ну тесно от руки там они со всего усилия рычагом метро и соответственно есть такая небольшая ну из личного опыта уже лайфхака говоря если у вас бонка не закручивать а проворачивается ответная часть бонки то скорее всего у вас длинная бонка она уперлась болтом в ответную часть и уже ей не стянутся нужно ставить покороче в таком случае так затянуто все отлично проверили и соответственно если мы рассматриваем какой-нибудь более дорогой не знаю спортивный велосипед и в комплекте простые педали то нельзя ставить педали вот с проточкой под ключ без шайбы потому что будет стираться шатун так как здесь в принципе либо они сильно затянуты либо они все-таки немножко обработаны то должна иметь бы стать шайба то есть с рам в комплекте к тому что нам ну дают шайбу стальную чтобы она стояла между педалью и штану настройка скоростей теперь да но проверим как там они завода отрегулировали смотрим на петух ровный нормально пострадала тросик хороший стоит из нержавейки долго послужит а какой еще может стоять в бюджетных велосипедах бывают стальные троса они не скользкие и довольно быстро окисляются и плохо ходят регулируем переключение ну то есть звук есть небольшой но он просто связан с тем что при тщательной тяги все это дело уже настолько сильно что нагрузки на ролики появляются и это вот попадание цепи на ролик оставит небольшой шелест что в принципе порядке все все стопорный винтик сейчас время все в порядке вот эта штука не нравится это да нам к здесь некорректно здесь переключатель не имеет хода в этом месте он статичен но зачем он тут нужно но этот петля в принципе это фэт он явно предназначен для кого-то бездорожья то есть мы спокойно можем задеть зачем она нужна если переключатель статичен кто не двигается мы сейчас его и укоротим ну не напрямую остальные большой запасик чтобы был поддвижение какое-то мало что но к чему она такая длинная здесь не ясно но рубашка хорошая по фирме на джиг вайр похоже да поэтому хотя бы качество она присутствует как раз уберем черный блестящий надпись который не очень мне кажется корректно выглядит еще здесь но вообще чем меньше рубашки идет тем легче переключаются меньше сопротивления соответственно они ставят длинные в этих местах но так представители задумал поставить таки разрез затрудняюсь ответить то есть для людей сокращать что-то которые ездят все-таки по бездорожью либо в дождик много мы рекомендуем таких случаях ставить либо длинный кусок но здесь он будет смотреться не очень хорошо потому что крепить не очень удобно есть всякие разные лайфхаки тут трубочки можно что использовать которые будут защищать просто от грязи и потому что вся вода которая попадает вам на перо она на тросик просто стекает в этот участок ну и как бы даже если у нас нержавейка трос то он рано или поздно заржавеет там опять-таки мы рассматриваем вариант проверки диагностика велосипеда из магазина это пошло бы просто в рекомендацию для клиента мы бы сообщили ему о том что мы рекомендуем а клиент боже сам подумал сократить да то есть это ну как бы если бы он согласился сказал бы да конечно это корректно будет то мы бы приняли за эту работу а если он скажет нет меня все устраивает то как говорит хозяин барин отлично одна передача все работает тросик под аккуратим только не выглядит все это довольно таки уже симпатично и наконец поставим черненький чтобы вообще антуражно посмотрим тормоза как там у нас дела с ними до ротара даже ровный зазор равномерно на заднем колесе и передние передние чуть-чуть сейчас подвинем калипер что более равномерно зазоры были интересно будет посмотреть при катании достаточно ли жесткостью втулок и осей чтобы не задевала ротор за колодки то есть возможно смещаться будет чуть-чуть из-за того что они длинные ну из-за того что длинные во-первых вторых эксцентрики то есть если были бойся было пожестче бы все это дело все массивное длинное да соответственно эксцентрики и возму хоть 160 ротора обычно это на более большем размере проявляется надо последить за этим делом поэтому при повороте то бывает и на осях мне кажется можно все это есть и осталось туда проверить затяжку руля выноса и как раз посмотрим указаны ли параметры на выносе сможем ли мы на что-то равняться да тут указано 6 метров максимальное значение сейчас на куда затягиваем да да соответственно на таких компонентах алюминиевый носа можно тянуть по максимальному значению если у нас тут какие-то карбонные компоненты то лучше все-таки ставить хотя бы на единичку метров поменьше еще проверим ручки тормозные бывает что это воздушный немножко ход разный вот вроде бы тут все в порядке все отлично без воздуха звоночек вот съехал у нас ну развернем сильно затягивать не будем а то при падении может сломаться здесь по рубашкам по длинным все тоже в порядке и принципе велосипед готов к плотации можно выезжать в лес грязь там куда планируете на песочек пока на снег пока нас ну там уже в лужу превратился но друзья ну что закончили мы осмотр да и протяжку этого фэтбайка от лип геркулес в общем то практически как сказал дима науча скажет свое мнение я так просто миру быстро практически все было в нем нормально самом деле можно было бы даже же из магазина брать и ездить байк был довольно таки неплохо из магазина до завода настроен дима в принципе основных элементов то что мы уже сделали тут по колесам были вопрос нож подрегулировали чтобы они ходили получше а в остальном велосипед все было с ней в порядке протянуто все корректно не затем там штаны немножко подтянули и руль затянули остальном из магазина можно ехать прям сразу накатку и быть спокойным то все в порядке всем хороших катаний всем хороших велосипедов замечательных знакомств и друзей велосипедных конечно же на канале 26 кольцо были всего хорошего пока